Ого! Слушай, а тебе иначе 20? Правонор Форта нормализует сечевыпускание, оздоровляет простату, подсиляет либидо и потенцию. Человеки оценят, женщины запомнятают. Лично мне непонятно, какую стратегию разрабатывает Путин, на что рассчитывает Бомбеа, например, тот же Киев, критическую инфраструктуру Украины, погружая Украину в холод и тьму. При этом на фронте это ничего не меняет. Под Бахмутом, как держали украинские силы оборону, так и держат. Им, извините, электричество в Киеве ничего не решает. На что он рассчитывает? У него вообще есть стратегия на следующий год, допустим? Он рассчитывает на то, что после... Когда начались эти уничтожения? Это 10 октября, по-моему, да, был первый. Это уже больше двух месяцев. Его расчет был на то, что украинское население взбунтуется, не обратится к своему руководству, но сделайте что-нибудь, договоритесь, как хотите, с русскими, чтобы прекратились эти обстрелы. Но в который раз он продемонстрировал свое полное непонимание украинского народа. Наоборот, позиция по отношению к России только ужесточилась. Это еще один его просчет. Ну, а у него нет хороших ходов, понимаете? Вот сейчас он носится с идеей наступления на Киев через Белоруссию. Ездил к Лукашенко, провел целый день, заставлял его согласиться на участие в белорусской армии. Ну, он, как у вас в Украине говорят про Лукашенко, он петляет, Лукашенко 30 лет петляет. Они же все время хотят затащить на объединение, но он никогда никакой не хотел быть секретарем Минского райкома и Единой России. И в этот раз Путину не удалось его уговорить на участие в белорусской армии. Не потому, что он так любит Украину, Лукашенко. Он просто знает, что эта идея совершенно непопулярна среди белорусских военных. И если он отдаст такой приказ, они могут повернуть свое оружие против него. Наверное, он как-то на личной встрече с Путиным это ему объяснял. Ну, вот Путин, вы спрашиваете о целях Путина, но у него совершенно извращенное понимание цель-задач. Вот он, чего он добился от Лукашенко, вы обратили внимание? Он обратился одной фразой, что наши пилоты будут водить самолеты специфическими боеприпасами. Вот хотите, я ее вам расшифрую. Это означает, что на самом деле этого не будет. Но для Запада они не сказали, что он передает... Фактически он передает Белоруссию ядерное оружие. Что вот белорусские пилоты будут водить самолеты, вооруженные атомами или ядерными бомбами, или ракетами, и так далее. Ничего этого. Ну, он 15 лет занимался ядерным шантажем. Все время угрожал Западу ядерной бомбой. Наконец, где-то в начале октября, с этим было покончено, американцы сделали очень жесткое предупреждение. Почти публично, практически. Предупредив, какие последствия будут для Российской Федерации в случае использования ядерного оружия. Нет, они обсуждают вопрос подробно. Они решили, что ни в коем случае на это они не ответят таким же преступлениям. Они не будут направлять какие-то ядерные удары на территорию Украины или России. Они используют всю огневую мощь НАТО с территории НАТО. То есть это будет уже не 16... Не 16, сколько там уже передали? 26 Хаймаза. Это будут сотни томогавков, десятки самолетов. Будут просто... Они огневым воздействием испепелят российскую группировку на территории Украины. Ну и перед этим за несколько часов уничтожат Черноморский флот. А кроме того, было сказано уже отставными генералами, которые не связаны с службой, а могут как бы как независимые аналитики, и комментируют это решение Путина, что кроме этого его просто убьют лично. Он понял это, и ядерная риторика прекратилась. И, кстати, после этого начались... Как начались вот эти обстрелы? Очень показательно. Вот 2 октября были это предупреждения о последствиях ядерного удара, и потом несколько дней один и тот же нарратив разрабатывался на русской. Да мы никогда об этом не думали, ядерная вода невозможна, мне не может быть победить. А дальше самое главное, слушайте. Да нам и не нужна ядерная вода. Мы и так конвенциональными средствами превратим Украину в каменный век, там мы уничтожим всю инфраструктуру. И начали этим заниматься. Ну вот, как вы правильно заметили, эта программа не возымела ожидаемого действия. Никто не стал требовать заключательный мир, а наоборот. 90% по-моему, последний опрос Чечлен требует войны до окончательной победы, до окончательного вывода Российской войны со всей территории Украины. И он решил снова вернуться к ядерному шантажу. Но обратите внимание, в какой форме. Он же как бы возложил эту ответственность на Лукашенко. О чем он, собственно, заявил, устами Лукашенко, вот мы передали ядерное оружие. У Белоруссии есть ядерное оружие. Я тут уже не отвечаю. Я ни при чем. То есть он создал теоретически для себя такую возможность. Это что называется в военной политологии удар под чужим флагом. Нанести какой-то ядерный удар или по территории Украины, или по территории НАТО. А потом сказать, а я тут ни при чем. Это Лукашенко. А Лукашенко готов на это? Ну, раз он своими, да, он подставил себя и всю страну. Уже об этом заявила вся оппозиция. Это тоже ему не простить. Не простить белорусский народ. Спасаешь. Но у него другого выхода не было. Путин вот таким путем, согласившись на это чудовищное предложение, выступит таким щитом для возможного путинского удара. и пригласить, собственно, на территорию Белоруссии все эти вот ответные меры, которым Запад угрожал. Это для него был единственный путь ускользнуть от требования Путина послать войска. Потому что послать войска в Белоруссию, это для него уже было политическое самоубийство. То есть вы думаете, в ближайшее время наступления со стороны Белоруссии не будет? Ну, да. Еще вторую выступку он сделал. Первое вот. Спасибо, дорогой Владимир Владимирович, что вы дали мне ядерное оружие. Ну, практически вот это он сказал. А теперь пусть пополнее бьют супостаты. А второе согласился на совместные российско-белорусские военные маневры в первой половине февраля. Да. Но мы помним, какие были российские-белорусские маневры в первой половине февраля 1922 года. То есть у Путина этот план еще есть. Но уже без солдата Лукашенко, но со своими собственными. Но, во-первых, генерал Заужин в том же интервью сказал, он обрисовал эти планы, но он сказал, что он же не будет спокойно дожидаться их реализации. Он примет какие-то активные мероприятия, наступления в других фронтах более благоприятные. А более благоприятного, чем Запорожский фронт, просто нету там Мелитополь. И вся эта конструкция крымская, она это самое уязвимое место в российской обороне. КОНЕЦ